Софья недовольна сближением сына с Олей и отказывается взять её на практику. У Ани открываются внутренние кровотечения. Ей срочно делают операцию, после которой она не сможет иметь детей. Родители решают сохранить это втайне, но Аня узнаёт об этом из разговора медсестёр и берёт в кабинете Елизаветы Максимовны пузырёк со снотворным. Продолжение следует... Вот просто твоё, тебе надо следить обязательно. Посмотришь и сама увидишь, что тут такое. Елку. Слышу? Слышу. Хо-хо-хо, ну всё понятно. Ну может уже поедем? Домой? Угу. Поздно уже. Ну да. Можно и домой. Пойдём. Доченька. Валя, а где Аня? Да полчаса назад на месте была и заглядывала. Ну, а так на процедурах. Валя, какие процедуры? Она только что после операции. Что ты такой говоришь? Что у тебя с головой? У меня всё хорошо с головой. Да и вообще я на два отделения работаю. Мне ещё за вашей дочкой следить, да? Я тебя уволю. Анюта! А ты завтра опять к Ане? Да, конечно. Я её очень люблю. Ты знаешь, у меня такое чувство, что ну я виноват в этой аварии. Но я же был за рулём и... Саша, не надо так говорить. Аня тебя ни в чём не винит. Потом, знаешь, мне кажется, тебе стоит её навестить. Она всё время спрашивает про тебя. Она будет очень рада тебя увидеть. Нет, ну если так, то её, конечно, я к ней зайду. Прямо завтра. Угу. Ну ладно, мне пора. Просто у меня папа, знаешь, очень строгих правил. Ну, пока. Мне не хочется тебя отпускать. Ну вот, теперь буду ходить с немутой рукой. Ну, вообще-то это не гигиенично. Во-вторых, я же могу целовать твои руки каждый день. Если ты, конечно, заходишь. Ловлю тебя на слове. Ловлю тебя на слове. Ой, привет, пап. А что ты так поздно с работы? А чё ты за тебя писал? Опять в клубе была? Да была. Не рано ли ночную жизнь начала, дочь? Я уже взрослая. Могу хоть немного отдохнуть? Можешь. Но не с этим типом. Он чуть твою сестру не загубил. Папа, он не тип, а нормальный парень. И в аварии он не виноват. Мне плевать, виноват или не виноват. Он был за рулём. Ему ноги оторвать надо. А ты с ним по клубам шатаешься. Ну и меня тогда возьми в льду, если ты меня виноват и считаешь. И видеть меня не можешь. Так и скажи, я уйду из дома. Я тебя уйду. Здравствуйте. Здравствуйте, Ангелина Васильевна. Здрасте. Что-то случилось, Олечка? Всё нормально, Ангелина Васильевна. Да? Пойдём, Масочка, пойдём. Пойдём, собачка, пойдём. Хватит сырость разводить. И концерт перед соседями устраивать. В дом. Быстро в дом. Иди в дом, я сказал. Анечка, а что ты здесь делаешь? Тебе же нельзя вставать. Детка, что ты прячешь за спиной? Ты что удумала? Ты что удумала? Не подходи! Отдай мне таблетки. Отдай сейчас же. Не дури, Аня, Аня. Не надо, не надо. Мам, я не хочу жить, не надо. Мам, я никому не нужна. Деточка, ну как же ты никому не нужна? А мне, а папе, а Оленьке? Мы тебя все любим, всё будет хорошо. Отдай, отдай. Мам, ничего не будет хорошо. Зачем? Ну зачем мне это жалость? Зачем мне, чтобы шептались за моей спиной? Нет, мне этого не нужно, мам, не надо. Я не хочу жить. Солнышко, да что ты такое говоришь? Ты знаешь, сколько женщин не могут родить? Я здесь в больнице насмотрелась. И у всех даже похуже, чем у тебя. Ты что, детка? Зачем я? А почему обязательно я, скажи? А почему я? Да что же ты всё ядая, Аня? Да почему ты думаешь только о себе? Ты о нас с папой подумала? Да мы могли бы жить, если бы с тобой, не дай бог, что случилось. Господи, девочка моя. Мам, папа. Поплачь, Солнышко, поплачь. Поплачь. Ой, прости, мама. Анька, ты хоть понимаешь, что ты могла вчера натворить, а? Да, понимаю. Солнышко, надо думать о тех, кому тяжелее, чем тебе. Подумай, сколько людей на свете, инвалидов, парализованных. Подумай, Солнышко, подумай. И по сравнению с их бедами, твои проблемы тебе покажутся такими мелкими, незначительными. А у тебя руки в ноги целы? Ты у меня вообще красавица. Выйдешь замуж, муж тебя будет любить, на руках носить. Да за что меня любить-то так? Ты какую такую? Ну вот что ты опять такой говоришь? Потом, ты знаешь, малыш, любят меня за что-то. Попреки. Девушки. Слушай, я думал, ты меня в отделе пригласил поговорить. А вызвал этот убитый спортзал. Убитый? Подожди, а где у вас нормальные-то клубы есть? Вадик, да нет у нас нормальных спортивных залов. Ну а ты сам-то где занимаешься? К сожалению, нигде и уже причем давно. Вот тут-то я вижу, форму теряешь, а? Извини. Ты должна это выдержать. Понимаешь, малыш? Я буду стараться, мам. Молодец, умница. Ты же у нас сильная. А мы с папой. Мы с папой всегда будем рядом. И мы поможем тебе справиться с этой бедой. Главное, детка, чтобы ты не сдавалась сама. Чтобы ты не сдавалась. Привет. Привет. Как вы тут? Хорошо. Я думаю, скоро будем выписываться. Может, не стоит спешить? Мало ли что. Вань, а ты что, врач, чтобы решать? За нас решишка уже. Давай, мой хороший. Ну ладно. Вы здесь пообщайтесь, а мне нужно к главврачу зайти. Ну что, видел? Видел. А теперь представь. Поставить современные тренажеры. Сделать бассейн, сауна, массажисты. Вадик, я все прекрасно понимаю. Если сюда денег уложить, народ, конечно, пойдет. Тебе про то же говорю. Люди пойдут. Пацаны мышцы качать. Девчонки под музыку скакать. Ну хорошо, ты себе представь. Ну вот все затраты на ремонт, на переоборудование. Ну как ты думаешь, они вообще отобьются? Не Москва все-таки. Абсолютно уверен. На сто процентов и больше. Валентин Михайлович. Лиза, я считаю безумием выписывать Аню сейчас. Валентин Михайлович, ну разреши забрать Анечку домой, а? Дома же и стены лечат, ну ты же понимаешь. Я не понимаю и не знаю. Ну ладно, от кого-то другого, но от тебя, медика, я такого не ожидал. Валентин Михайлович, под расписку договорились? Я подумаю. Валечка, подготовь выписку быстренько. Лиза, куда? По-моему, врач прав, не стоит забирать Анечку раньше времени домой. Подожди, Ваня, ты что, оставил Анечку одну? А чего ты? К ней пришла подружка, пускай поговорят о своем Адевичем. Лиза, что с тобой? Что случилось? Анюта сегодня ночью пыталась отравиться. Как? А ничего у тебя здесь? Уютно. Я когда в больнице лежала, у нас четверть человек в палате было. Вот что значит, мама медицинский работник. Эл, ты сюда зачем пришла? Больничные стены разглядывать? Нет, конечно, я пришла тебя навестить. Я как только узнала о том, что произошло, сразу пришла. Анька, это ужасно, что с тобой случилось. Зачем ты села в машину к этому придурку? Я же тебя предупреждала. Ты меня о другом предупреждала. Он же гоняет, как сумасшедший. Наверняка еще и выпил. Господи, я всегда знала, что этим кончится. Ань, ты прости меня, пожалуйста, за грубые слова и за ревность. Она иногда так сердце жжет. И ты, ты выздоравливай поскорей. Спасибо, Элла. Ты меня тоже прости за холодный прием. Да ладно, что уж там. Я забегу еще на днях. А ты не скучай. Ну, я пойду. Угу. Ну, пока. 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 А ты со мной в долю-то как, не хочешь? Вадик, додумал я об этом. Думал. Но, честно говоря, пока не знаю. Ты еще раз подумай. Подумай, делай интересное. Тебе, как спортсмену, знакомое. Вложение и прибыль пополам. Да это вообще-то понятно. Ладно, подумаю. Подожди, чуть не забыл. Я сегодня вечеринку устраиваю, но мы мой приезд так не отмечали по-нормальному. Так что давай, приходи и возьми с собой эту бойкую девчонку. Эллу. Вадик, никакую Эллу я с собой брать не буду. Я сейчас сброшусь в мой скринейный номер, сам звоню. Пока. Пока. Манечка, а где подружка? Элла ушла уже. Вот. Тоже мне подружка. Не могла посидеть подольше. Чего такой расстроенный, пап? На работе. Без тебя. Неразбериха. Все не могу понять, как ты в этих цифрах разбираешься. Так ты принеси, я тебе помогу. Все равно здесь от безделья маюсь. Да? Я уже принес. Вот. Сейчас я подниму спинку. Доченька, может, лучше домой тебя забрать, а? Ну, все-таки телевизор посмотришь. И мы не дадим тебе скучать. Пап, ну, от одиночества я и здесь не страдаю. Ну, ладно. Я пойду. Пока, пап. Доченька, мы с мамой и отчим тебя любим. Давай, держись. Мам, ну, я же просила. Ну, зачем ты ему сказала? Анюта, ну, не удержалась. Ну, ты теперь всем будешь рассказывать? Ты что? Мам, ну, я же просила. Анюта, привет. Привет. А я вот тебе фруктиков принесла. Держи. Спасибо. Ой, что тебя отец уже нагрузил документами. Угу. У папы совсем дела встали. Да я знаю. Пыталась ему помочь, но только в этих цифрах же. Черт ногу сломит. Да мне не трудно. Все равно делать нечего, а то от скуки тут быть хочется. Что? Нового на свободе? Да все по-старому. Как Саша. Проблемы с милицией закончились? Ну, да, по-моему. Кстати, он хотел тебя навестить. Да? Да. Ну, ты иди, иди. У тебя, наверное, дела много. Задали много. Да я вкуснела еще. Да не, иди, иди. Меня скоро выпишут уже. Мама там договаривается. Иди. Ну, ладно. Давай. Ой, выздоравливай. Пока. Оля, ты дома? Ух, ну и холод. Лиза, ты почему здесь? Ты почему не с Аней? Анечка обещала мне, что это больше не повторится. Лиза, ну ты как маленькая. А если вдруг... Ничего не если. Я же не могу посадить ее под постоянный надзор. Еще хуже будет. Куда уж хуже. Ты рядом была и не доглядела. А теперь и вовсе бросила. Не бросила. Анечка сама попросила меня, чтобы я поехала домой. В конце концов, мы с тобой измучили ее нашим постоянным вниманием. А не постоянной заботой. Ей нужно успокоиться. Как-то переосмыслить все. Как-то обдумать. Лиза, я поеду. Я тебе поеду. Так, не заставляй меня жалеть, что я тебе все рассказала. Да ты потом сама будешь жалеть, что ее одну оставила. Как ты меня измучила. Неужели ты не понимаешь, что у меня сердце тоже не железное? Ну как тебе объяснить, что нашей девочке сейчас нужна любовь? А нет, это твой тотальный контроль. Любовь. Любовь. А-а-а. Любовь. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, привет. Привет. Я пришла. Я очень рад. Послушай, у моего друга намечается грандиозная вечеринка. Вот хочу тебя пригласить. Вечеринка у друга приглашаешь ты? Как к себе домой. Он же мой друг. Мой дом, его дом. Или наоборот. Ну что, поедем? Ну, поехали. Не нравится мне поведение Ольги в последнее время. Опять тотальный контроль? Да что ж ты въелась-то на меня сегодня? Слова не даешь сказать. Отец я, в конце концов, или не отец? Да не нравится мне, что Ольга с этим типом спуталась. Который нашу Анечку чуть не угробил. Вчера сапал ночи вернулась. Сегодня вон, вон, с ним укатила. Вот принесет в подоле. Будешь знать, как оно без сурового контроля. Все думаешь, хихоньки-хахоньки. Пойдем. Извини. Сань. Здорово. Почему? Я думал, вы уже не придете. Почему нет? Я вроде не опоздал. Ты же сам сказал, вечером я приехал. Ну все, ладно, лучше расскажи, кого это ты к нам привел, а? Знакомьтесь, это Оля. Оля, это мой друг Вадим. Вадим. Саша мне про вас рассказывал. Серьезно? А мне почему-то нет. Очень приятно познакомиться. Друзья, давайте пойдем, выпьем, съедим что-нибудь, да? Если осталось, конечно. Так, мой бокал. Вадим, что значит, если осталось? Я вообще-то не с пустыми руками. Ай, молодец! Давай. Давай, я передам. Проходи, проходи. Друзья, Саша приехал! Ребят, всем привет! Извини. Извини, сосед, что так поздно. Все, сил моих больше нет. Вань. Вень, у тебя мой пить есть? А, ну, без проблем, подожди. Сейчас, сейчас, есть. Ой, а это за... О, мне аж вот так вот всему... О, сейчас, сейчас, сейчас. А что случилось-то? О, сейчас... О, сейчас, сейчас... Вот хорошо, Веня, что у тебя нет, дочери. Хорошо, что у тебя сын. Никто тебе в подоле никого не принесет. Подожди, ну, так он, Ежа, ну, может привезти, а потом, может, и с ребенком. Вот скажи, ну, что я делаю не так? Вроде обоих девчонок одинаково растил. Одинаково. Анечка, вон, не ребенок, а золоц. А эта, малая егоза, то отвернешься, что-то сломает обязательно. С мальчишками в школе дерется, теперь до полночи шляется где-то, а? Ну, что ты будешь с ней делать? Тусовка, Вань. Ну, тусовка это у них называется. Ну, мой-то тоже, тоже там же забурился, вот сейчас вот. Ну, что это за жизнь сейчас настала? Оливай. Мы же такими не были. Вень, как мы жили? Как? Какие мечты у нас были. А какие мы песни пели, а? Эй, Байкала. Амурская магистраль. Байкала. Амурская магистраль. Исключительный напиток. Так. Ну что, за знакомство мы выпили. Выпили. За прекрасных дам мы выпили теперь тост с Ольгин. Давай. Ну, чтобы все были здоровы. Какой замечательный тост. Да. Попробуй, попробуй, какое прекрасное вино. Попробуй, попробуй. Да, вино, конечно, отменное. Ну, что говорить, Вадик, ты всегда в этом деле разбирался? Нет, нет, ну, нужно пить до конца, а то здоровья не будет. Да мне уже хватит, наверное. А выглядит как совершеннолетний. Ты кого к нам привел, а? Вадик, все, ладно, не приставай. Не хочет пить, не надо. Прошу прощения. Я вас оставляю. Отдыхайте, если что, я. Да? О. 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 Ну что, может, потанцуем? Ну, как тебе вечеринка? Нравится? Да, нравится. Только шумно. О. Ну, тогда, может быть, найдем более тихое место. И вот дотянулся. И вот дотянулся. И вот дотянулся. Думал я с этой простудой, что попал в районную больницу с воспалением легких. А Лизонька, она там медсестрой работала. Веня, какая же она красавица под молодостью. Ой, вписанная просто красавица. Ты себе даже представить не можешь. Ну, почему была? Почему? Она и сейчас. Нет, сейчас. А тогда, ой. Вся половина мужского населения была в нее влюблена. А вышла замуж. За меня. Как же тебе повезло. Счастливый ты человек. Счастливый. Бум. Веня, я давно тебя хотел спросить. Да. Чего ты не жнился? Ну, чего ты купишь один? А не встретился никто. Честно? Честно. Встретился. Ай, не сложилось. Не сложилось. Винь, ну извините. Нет, она замужем была. Извини. Извини. Винь. Ну ладно. Вошел я. Пора и честь знать. Спасибо тебе, Винь. Винь. Веня, держись. Ты заходи. Ты заходи. Ух ты. Это мы во Франции с Вадиком. Сразу после соревнований. У тебя такое есть? Нет, у меня нет. Почему? Ну, потому что я получил травму и не смог участвовать на этих соревнованиях. Жалко. Оль, у тебя руки холодные. Ты что, замерзла? Да нет. А я замерз. Замерз от темноты, от одиночества. Согрей меня. Согрей меня. Оля не пришла? Нет. Ты прав. Совсем распоясалась девчонкой. Я с ней завтра поговорю. Серьезно. Поговори. Поговори серьезно. Да. Я на тебя посмотрю со своим тотальным контролем. Я посмотрю. Серьезно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Саша, не надо Миша, говори Ну почему? Не надо Все хорошо Не надо, все Саша, правда, не надо Что-то не так? Да все не так Оль, ты не переживай, с ним кто не войдет Ты меня за этим сюда пригласил Мне казалось, я тебе нравлюсь Что, если нравишься Теперь можно руки распускать? Оль Да что, Оль, ты так всех девушек Приглашаешь к другу на вечеринку Потом поешь вином и в постель Ты вообще-то не вчера родилась Мне казалось, ты готова Ко взрослым отношениям Нет, не готова После недели знакомства не готова А что ты хочешь? Свадьбу? Да что же вам всем замуж-то так надо, а? Кому всем? Да ладно, все, проехали Да нет, не проехали Почему ты сравниваешь меня со всеми? Я... Я сама по себе Да сравнивай, не сравнивай Все равно вы все одинаковые Вам главное взять мужика и в ЗАГС его затащить Отлично Да это вы как раз таки все одинаковые Это вам нужно скорее девушку соблазнить В постель уложить и все А что в этом плохого? Что в этом плохого? По-моему, нормальное, естественное желание Смея хватит Смея хватит Смея хватит Смея хватит Смея хватит Смея хватит Продолжение следует... 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 Продолжение следует...